Я думаю, чтобы уверенно, нужно понимать, как работает синтез, например. То есть если вам нужно какой-то звук получить, вы должны хотя бы минимально знать, какой есть синтез, чем он отличается, какой синтез существует, как он работает, что нужно сделать, например, чтобы получить. Если вам нужен гранулярный синтез, это одни плагины. Если вам нужен аддитивный FM, это другая история. То есть такие навыки. Потом навыки сведения и вообще работы со звуком, чтобы получать качественный звук, потому что саунд-дизайнеры отправляют финальный продукт, который должен сразу клиент послушать, искать, да, это звучит. Это не как с песнями, где можно демку отправить. Вы отправляете, и должен быть эффект вау, когда человек слушает, ему либо нравится, либо не нравится. То есть синтез обязательно, живая запись обязательно пригождается, потому что часто используется рекордер. То есть все саунд-дизайнеры часто с собой носят просто портативные рекордеры, и они должны понимать хотя бы минимально, как записать звук правильно. Это тоже важно. Вот, хотя бы минимальное понимание сведения, потому что сводится все сразу. Вы сразу и синтите, и крутите, и сводите так, чтобы это звучало уже, ну, фирмово хорошо. То есть эти навыки должны быть. Если говорить о саунд-дизайне, там не всегда нужна именно музыкальная теория. То есть бывает саунд-дизайн, где нету как таковой музыки. Вот, но музыка все равно нужна, даже если вы не умеете писать, например, музыку вам нужно, потому что бывают какие-то подложки нужно быстро написать. И это тоже хороший навык, поэтому музыкальную теорию тоже нужно развивать. И скорость работы обязательно. То есть нужно уметь делать хорошо и очень быстро. Потому что в нынешних реалиях всегда мало времени, и всегда большой спрос на людей, которые делают быстро и хорошо. То есть нужно работать быстро. Вот, я думаю, вот эти навыки в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова